здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 18 апреля четверг и все-таки свет в конце туннеля есть и туннель за последние сутки стал значительно короче я имею ввиду прежде всего историю с двумя билами которые сейчас рассматривается палате представителей включает помимо всего прочего помощь украине теперь до настоящего времени стало достоянием гласности в общем-то тексты всех этих билов в том числе и репо последний четвертый то есть помощь украине она теперь и непосредственно в биле о украине и еще один там четвертый бил появился в котором есть секция о репо о помощи украине это по поводу того чем написали нашу петицию но самое главное самое главное кардинально изменилась риторика вашингтоне спикер джонсон который еще недавно говорил что есть дела и поважнее украины у нас есть свои неотложная проблема прежде всего это граница с мексикой теперь он говорит я считаю что предоставление летальной помощи украине сейчас критически важно мы не можем играть с этим в политику после того как джонсон сделал достоянием гласности тексты всех рассматриваемых законопроектов байден байден сделал такое бравурное заявление которым он все цело поддержал эти законопроекты призвал сенат немедленно его подписать что должно по идее произойти если все пойдет по плану в субботу должны проголосовать за законопроект в палате представителей немедленно сенат где большинство демократов особо неожиданности наверное не должно быть байден пообещал немедленно это завизировать таким образом уже на следующей неделе опять таки если все пойдет по плану помощь украине может быть предоставлено ну и помимо этого помимо этого фактически все это происходит на фоне внезапно казалось бы внезапно вспыхнувший антимаговской революции внутри самой республиканской партии популярнейшее телевизионное ток-шоу задают интересный вопрос причем так с издевкой почему видные представители крыла мага которые особенно приближенные к трампу такие как марджери тейлор грин фактически как попугаи повторяют здесь соединенных штатов в том числе в конгрессе тезисы российской пропаганды но она отметилась массу таких массой таких тезисов наиболее ярким из них было заявление что украина это страна которая уничтожает христиан это антихристианская страна помните тезисы кремлевской пропаганды что это сатанизм весь запад и украина как часть него это мир сатанизма а вот россия о которой значит по словам тейлор грин это страна которая за христиан и так далее но о дремучести этого заявления и о дремучести тех людей которые делают заявление наверное немного нужно говорить то есть таких преследований по религиозных мотивов среди европейских стран как в раше за последние скажем так лет 15 наверное не было ни в одной и нет но это бог с ним то есть ведущие в этих тот шоу задавали вопрос а действительно европейцы в европейских государствах как свидетельствуют последние сообщения средств массовой информации отлавливается один за другим российские шпионы и устанавливается связь финансовая связь между российскими агентами агентами влияния в том числе среди политиков журналистов и аналитиков и деньгами вот американские ведущие телеведущие говорят но мы мы не знаем на содержание ли финансовом вот эти все люди имея ввиду самые яркие представители мага на содержание ли они финансовом у кремля или нет но мы хотим понять и услышать чтобы кто-то нам объяснил имеется ввиду фбр наверное почему эти люди как попугаи повторяют кремлевскую и антиукраинскую пропаганду по этому поводу возник скандал уже в конгрессе в палате представителей среди республиканцев райганистов то есть вменяемых республиканцев и этих отмороженных из мага то есть я 100 уже еще раз то о чем я вам твердил наверно уже год о том что мага и кремлевские это одна и та же шайка так по большому счету одни в одной лодке и тезисы у них одни и те же невозможно быть врагом путина другом украины и одновременно маговцам тут надо как-то так выбирать или надо что-то снять или что-то одеть третьего в общем-то не дано так вот значит происходит раскол райганисты обвиняют в маговцев в связи вот с позиции их по украине а те ведут сейчас последние ариэргантные бои против законопроектов которые внесены вот о которых я вам рассказываю вплоть до того что в отчаянии мэджори грин которая недавно внесла законопроект о освобождении спикера должности за то что он собирается проголосовать за помощь украине она кричала никогда не позволим это не пройдет теперь она в отчаянии кричит я знаю они найдут вариант лазейку чтобы протолкнуть этот законопроект вот вот это высказывание лично для меня является самым таким серьезным свидетельством о том что там в мозгах в расстановке сил в вашингтоне в целом палате представителей представители в частности прошел произошел коренной перелом то есть маговцы трамписты они в отчаянии от того что как они не старались но видимо им не удастся на этот раз остановить этот законопроект почему не удастся потому что им объяснили что из-за вас идиотов мы проиграем эти выборы в ноябре месяце не только президентские там же и сенат палату представителей так вот среди конгрессменов палате представителей нарастает опасение среди райганистов что из-за этих идиотов и они могут проиграть тут разгорелся конкретный скандал между двумя один гетц это представитель этого крайне правого крыла мага вместе со соорудия с соратник барджери тэлор грин который кричал на другого республиканца райганиста я лично если вы проголосуете за помощь украине я лично поеду ваш избирательный округ и буду лоббировать против вас тот сказал да приезжайте если такой дурак приедет в мой округ и будет нести против меня что-то я получу дополнительные 20 процентов то есть это 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 полный коллапс происходит эта революция против крайне правого пропутинского трамповского крыла в республиканской партии ну и в этой ситуации джонсон незаметный джонсон которого еще несколько месяцев назад никто не знал никто не слышал оказался ушлым бюрократом который принимает прям правильное правильное решение таким образом значит господа по всем параметрам по всем показателям в субботу должно произойти произойти голосование по пакету помощи для того чтобы это сделать возможным у республиканцы органисты в палате представителей рассматривать вопрос о изменении правил вообще голосования которые были навязаны в самом начале конгресса этого созыва маговцами благодаря которому один любой отдельно взятый конгрессмен республиканец может поставить вопрос если бы не нравится то что делает спикер снять его с должности это уже было с предыдущим маккарте мы об этом знаем и на этом же они держат за фаберже джонсона вернее пытаются держать но эти фаберже с каждым часом ускользают все все сильнее все дальше вот поэтому собирается вообще органисты изменить правила функционирования палаты представителей этого созыва с тем чтобы трудно труднее во всяком случае было снять спикера но теперь теперь я все-таки хочу вам вот о чем рассказать мы с вами подписывали петицию поддержку фактически конфискации до или аресте замороженных активов российского центробанка использования для помощи украины я вот прочитал текст это опять-таки это драфт или сырой вариант это законопроект который обсуждается суда могут быть внесены изменения но я вам расскажу то что есть и которое наверняка должно сохраниться в целом по поводу репо этого четвертый отдельный законопроект который должен голосоваться в субботу я должен сказать что в принципе этот законопроект включает те положения которые мы отражали в своей петиции первое одно из наших требований чтобы этот процесс то есть оказание помощи конфискации арест и передачи украине средств российской федерации чтобы для этого был создан международный механизм раз он должен быть создан согласно законопроект 2 это должен быть механизм под контролем соединенных штатов и стран g7 в целом а также 4 европейских стран союзников которые будут в этом участвовать принцип транспарентности и строгого контроля за расходованием движением средств тоже там затем на не совсем так как мне принципе хотелось отражена возможность использования этих денег для военной помощи украине хотя там есть такая вот такое выражение формулировка а возможно использование этих денег для компенсации компенсации тех затрат которые понесла украина что если мы это совместим с соответствующими положениями законопроекта по израилю показывает нам что в принципе вот эта фраза о компенсации дает нам возможность рассчитывать что эти деньги могут быть использованы также на военную помощь украине ну давайте давайте пройдемся более менее по пунктам по поводу того что предусматривается то есть если раньше вот принципиально очень важный вопрос до сих пор говорили о возможности ареста средств российского центра банка которая замороженная прежде всего в европе там где-то около 190 миллиардов и большинство из них в бельгии затем соединенных штатах там где-то около пяти миллиардов и так далее вот собственно говоря все все что имеет место то теперь согласно этому закону речь идет не только о средствах центра банка а и иное имущество которое может быть арестовано конфисковано в целях помощи украины она включает себя вот эти замороженные средства российского центра банка затем фонда национального благосостояния российской федерации затем средства министерства финансов россии любые другие средства или иное имущество принадлежащие правительству российской федерации включая любое подразделение агентства или инструменты этого правительства то есть вы понимаете чем идет речь не только о замороженных средствах российской федерации то есть российского центробанка а вообще о всех активов активах российского правительства находящих до которых можно дотянуться и арестовать или конфисковать ну так по идее это может касаться и и скажем так собственность иностранных зарубежных компаний российской федерации имущество российской федерации здание посольство там и так далее но посольство вряд ли а вот здание земли то есть я я был приятно приятно потрясен скажем так вот этой формулировкой затем смысл конгресса во имя чего все это делается и так сказать юридическое обоснование и мы с вами это обсуждали когда обсуждали впервые а юридическое обоснование на ста семидесяти восьмидесяти четырех страницах которые подготовил известный американский вообще международный лоэр прайп лоран страйп так вот значит что там говорится совершив совершив акт агрессии против украины как признано генеральное ассамблении организации объединенных наций 2 марта 22 года российская федерация должна рассматриваться как государство агрессор все согласно этому закону российская федерация после этого должна рассматриваться государство агрессор на поскольку она нанесла и продолжает наносить неизмеримый ущерб украине то агрессор преступник должен это компенсировать согласно закону президент должен содействовать имеется ввиду соединенных штатов саде создание участию соединенных штатов в международном механизме то есть создается международный механизм который переведет замороженные активы в разряд конфискованных или арестованных для последующей использования в помощи украине то есть это будет международный как мы и просили механизм ни один российский суверенный актив заблокированный настоящее время или который будет заблокирован соединенными штатами странами союзниками не может быть освобожден от этой блокировки не может быть разморожен ни при каких обстоятельствах то есть кроме тех которые подразумевают подразумевается в нашим знаком настоящим законом то есть каких случаях конфискованные арестованные активы россии могут быть разморожены там не по просьбе не по иску российской федерации через суд там или так далее а вот следующий когда российская федерация прекратит агрессию против украины первое и после того как выплатит в полной степени полной мере компенсацию украине за понесенный ущерб если после этого у нее останутся еще там деньги ну тогда вот они могут быть разморожены и возвращены обратно принципе это так с юмора можно воспринимать потому что такой ущерб который нанесла россия уже по сей день украине даже этих средств не хватит то есть придется еще арестовывать и конфисковывать очень много дополнительного это возможно не хватит поэтому шансов российской федерации что-то получить из этих активов замороженных значит достаточно близки к нулю но тем не менее это стимул россии надеется что если она так чем быстрее она прекратит агрессию против украины тем больше у нее шансов что там что-то сохранится из чего можно получить чего-то обратно затем президент соединенных штатов для осуществления всей этой операции создаст или откроет счет который будет называться фонд поддержки украины из этого фонда средства поступают вернее им распоряжается или получает для распоряжения в целях указанных в этом законе государственный секретарь сша по согласованию с руководителем агентства сша по международному развитию для цели предоставления помощи украине связи с тем ущербом который она понесла в результате российской агрессии допустимым видом успе использование средств фонда поддержки украины является следующее через значит через госсекретаря эти средства могут передаваться в межнациональный орган который будет создан механизм которого будет обсуждаться между соединенными штатами и странами союзникам там будут представители украины все это будет крайне транспарентно это дальше остановлюсь на этом и этому международному механизму будет поручено определение и администрирование и вот ключевое слово компенсации запомним его или предоставление помощи украине помощи украине тоже не сказано пока что только экономическая но значит помощь в следующем по реконструкции перестройки восстановление украины тут понятно речь идет о экономике предоставление экономической и гуманитарной помощью народу 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 украины то о чем тоже мы просили в своей петиции что деньги должны поступать не чиновникам а непосредственно народу украины через соответствующие механизмы президент соединенных штатов должен регулярно отчитываться и предоставлять комитетом конгресса информацию по поводу плана который обеспечит прозрачность и доступность всех средств переводимых на любой счет получающий эти деньги вот из через через государственного секретаря соединенных штатов америки в этой связи для того чтобы обеспечить подотчетность и транспарентность президент сша должен предоставить соответствующим комитетом конгресса отчет включающий следующее учет средств фонде поддержки украины второе любая информация относительно движения или распоряжения или расходование средств на любом счете на которые были переведены периоде переведены эти средства ну и там же в одном из а я не помню какой то ли здесь то ли в основном законе о помощи в том числе военной помощи украине там выделены деньги по моему на один год около восьми миллионов долларов для офиса генерального инспектора пентагона о активизации наблюдения контроля за из использованием выделяемых средств вот так господа так что корабль движется правильном направлении медленно я согласен иногда это медлительность раздражает но вы видите что происходит стране стране как я не назову чрезвычайная ситуация можно назвать революционная контрреволюционная некоторые письмисты говорят о деградации хочу их успокоить таких деградаций в истории соединенных штатов было немало только в двадцатом веке накануне второй мировой войны и в 60-е годы и вьетнам и так далее после каждой так называемой деградации страна выходила на более высокий путь развития что касается знаете тезиса что у нас люди гибнут это ужасно на гуманитарной точки зрения все понятно но давайте честно говорить вот в любой стране где происходят выборы какой главный вопрос на повестке дня для государства для правящего класса скажем так это выборы исход выбора в этой стране ну вспомните в украине допустим или в россии да в любой стране бывшего советского союза и даже за пределами бывшего советского союза какая страна разгар ожесточенных президентских выборов думала прежде всего о ситуации о помощи другой стране да не в какой собственно говоря это вот закон как ни крути это закон я бы сказала дикого волчьего мира но никуда от этого не денешься я вам один пример только приведу вот из последней истории украины почему зеленский и ермак уволили вернее не то что уволили они обезглавили единственный механизм который до того блестяще функционировал в украине я имею ввиду руководство бсу во главе с заложным то есть они были обезглавлены просто это фактически преступление перед государством в самый тяжелый момент его истории ради чего это было сделано там рассказывали какой-то детский лепет был бляд потому что заложный он говорил надо обороне а вот мы поставим сейчас нового руководителя он пойдет в атаку где это атака то все ничего этого не было всем понятно только потому что заложного был более высокие рейтинги так далее это даже не начиналась предвыборная кампания что будет когда начнется понимаете поэтому чума на этот сумасшедший дом вашингтоне но мы имеем то что имеем и бороться за свои интересы и цели мы должны в этих рамках и должны побеждать другого выхода нет но наши немножко ямко еще расскажу еще о том что происходит в этом же конгрессе цифры назову потому что трамписты в том же информационном пространстве украины и россии которые начнут там поливают бидона там и так далее я уверен они сейчас быстренько попытаются показать что ничего украине опять не светит поэтому некоторые цифры все таки назову но пока значит перейдем сделаем перерыв маленький перерыв юный генерал буданов на днях дал интервью дэвиду игнатиусу из вашингтон пост очень уважаемый мститый журналист игнатиус я неоднократно на него ссылался если вы помните на его мысли и я не читал не читал я джоева я буду данного не читаю даже если они об этом пишем этот самый игнатиус но тут мне один из знакомых прислал сообщение сидя вам сейчас я его зачитаю в колонке дэвида игнатиуса буданов говорит что он восхищается трампом потому что тот учился военной академии ну и дальше никакой академии он не учился вернее учился но не в том в 13 лет трамп был отправлен отцом фредом и матерью мэри н нью-йоркскую военную академию на реке гудзон под нью-йорком но это не академия типа west point это скорее всего школа для трудноуправляемых людей то есть детей которые ну баламуты шалопаи который не поддается нормальному воспитанию который не понимает когда ему говорят нормальные слова но просто вот балбесы юные дебилоиды которые они сами не учатся и другим в классе не дают нечто в советском союзе было свое время значит существовали так называемые суворовские наибхимовские училища куда помещали особенно после второй мировой детей-сирот ну а потом значит получилось и трудно воспитуемых детей так вот это вот своего рода американское суворовское нахимовское училище и там он проучился с возраста с 13 лет до окончания средней школы в ссылку для трудно воспитаемых детей интернат под названием военная академия но поскольку у тех учеников которые там научили значит они не блистали умственными способностями то вместо математики физики других наук них учили прыгать бегать отжиматься и так далее вот это значит была та военная академия где учился трамп потом когда значит он закончил эту так называемую школу академию через некоторое время пришло время в армию идти а тогда еще существовал призыв война еще но и для того чтобы отмазать любимого сына от армии папа фред обратился к врачу офис которого находился в доме который принадлежал папе фреду о чем они говорили и как они замутили это соглашение не знаю возможно там вопрос о бесплатной аренде аренде стояла но как потом писали исследователи из журналист расследовали этот врач написал поставил фальшивый диагноз что-то по моему у него там он нашел на левой ноге трампа шпору я не совсем разбираюсь в этом значит термине медицинском но вроде куда-то там кость на пятке куда-то не туда росла и по этому поводу значит под этим предлогом трампа отмазали от службы в армии вот такая значит такая вот академия то есть он учился не для того чтобы узнать о военных делах чтобы научился нормально себя вести но этот урок как пишет меня мои визави трамп так и не устроил не усвоил может быть говорит пишет мой визави кому-то стоит указать буданову что нью-йоркская военная академия на гудзоне не имеет ничего общего с вооруженными силами и с такими академия как west point да я бы назвал этот пассаж вообще эту историю как ошибка резидента вот это классический пример того как из-за неправильной полученной разведной информации а я думаю что буданов получил эту информацию наверно поручил кому-то который не разбирается в американской проблематике проверить по интернету тот проверил по вики википедии доложил в результате в результате делается очень важный вывод потому что на основании той информации которой владел владеет буданов он делал стратегический вывод по поводу того кто такой трамп то есть это сильный воевой воспитанный военном духе человек и так далее и вот на основании таких выводов если бы трамп стал президентом сша а буданов прежнему был бы в руководстве украины и строила бы украинское правительство свое отношение с трампом когда на самом деле это совсем другое это балбес это трудно воспитаемый ребенок который не получил нужного образования который свалифицировал не папа его помог ему поставить левый диагноз ну то есть уклонист уклонист я помню в украине тоже есть по-моему трижды уклонисты 400 четырежды уклонисты трамп единожды но очень серьезный уклонист ну вот то есть на основании этой информации предоставлено который владеет буданов отношения с возможным президентом соединенных штатов америки ставились бы совершенно неправильные стратегические отношения это провал но значит есть и позитивные позитивные примеры работы разведки в том числе возможно разведки украины еще в 2016 году я вот недавно статью нашел французские любители и радиолюбители которые шастают там по всевозможным сетям они запустили проект об обнаружении российских радиолокационных систем работающие за горизонт то это системы противоракетной обороны на территории советского российской федерации которые в основном были нацелены на предотвращение внезапного ракетно-ядерного нападения соединенных штатов на россию то есть это самое сердцевина это самое ценное главное важное что есть в российской вооруженных силах российской федерации это тот щит ядерный щит родины и вот французы значит определили что а тогда как раз россии начали строится новейшие станции такого рода примером для них стала станция которая вот частности расположена в кавилькинской деревне или населенном пункте мордовии в трехсот восьмидесяти километрах от украинской границы километра не считал говорю то что я прочитал значит в аналитических статьях так вот значит французские любители я подчеркиваю это были любители обнаружили что сигналы утечка сигналов от этих станций она может быть обнаружена на расстоянии уже 20 метров вокруг вокруг этих станций ну и дальше то есть она из нее истекает информация при помощи которой ее можно засечь что из я представляю типичная такая станция наносит вот это в кавилькина она называется контейнер и номер ее сейчас я вам скажу какой номер 29 b6 что на себя представляет значит это целое поле начт или антенн высотой до около 15 метров и они идут туда целый значит целой длинной не скончаемой линии также есть пункт приема информации пункт передачи информации но эта передача информации идет видимо от вот этой станции раннего обнаружения к пусковым установкам которые могут быть расположены в радиусе 300 километров станция определяет цели на расстояние до 3000 километров на высоту до 100 километров как раз американские баллистические ракеты так вот 11 апреля как предполагается дроны украины нанесли удар по вот этой воинской части 84 680 городе кавилькина утром в среду ну и с тех пор об этом и замолчали я бы вообще эту историю не рассказывал честно говоря чтобы никого не пугать но поскольку это уже просочил в частности в издании не звук вынужден откомментировать потому что это как говорится чревато нарисую почему потому что опять таки это ну супер супер того что имеется в обороне россии это это стратегическая оборона таких станций но когда она была создана в 2016 году там собирались целый ряд их построить на территории вглубь территории российской федерации чтобы их было сложнее уничтожить или поразить то есть оказалось что для военно-воздушных сил украины нет ничего невозможного ну и американцы тут же сопоставили вот этот акт этот удар с ядерной доктриной россии которая последний вариант был подписан двадцать втором году который частности говорится что россия может применить ядерное оружие но там массовым пунктов причин нападениях угроза существования но в том числе при нанесении ударов по стратегическим объектам которые обеспечивают стратегическую оборону российской федерации прежде всего от применения врагов врагом ядерного оружия и тут же тут же в пентагоне возникло опасение в имение опасения не просто констатировали что эта красная линия согласно указу путина подписано в двадцатом году за пересечение которой путин может задуматься или применить не думая ядерное оружие вот повторяю значит прошло 11 сколько дней там уже это 11 апреля с тех пор тишина российские сми скромно упомянули что над небом к вилькина было сбито два украинских беспилотника с украинской стороны я ссылаюсь на низу их якобы сообщалось что было повреждено штаб управления ли центр управления ну вот собственно говоря все поэтому значит ход мысли рассуждений является ли эти удары то есть действительно там ли был поврежден как повреждена какая-то стена какого-нибудь технического здания там или барака или там действительно были повреждены антенны или центр приема информации где все компьютеры где сама основная ценность этого центра или нет с тех пор все это замолкло но и теперь ждут когда это дело все всплывет я думаю так по большому счету господа что если бы то есть красная линия это красная линия да который прочертил сам путин и такая грозная красная линия но мне почему-то кажется на основании анализа происходящих событий то что они пишутся что никакого удара ядерным оружием россия не совершит а это еще раз покажет что вся эта болтованя кремаля в частности путина о том что мы покажем кузьки на мать мы сами готовы сгореть в ядерном огне но и весь мир собой утрачен это все просто очередной блеф поэтому наблюдаем за происходящим тишина пока гробовая если она так и будет продолжаться то после того как будут утверждены вот эти пакеты помощи украине я очень надеюсь что привел приняв во внимание все что теперь америка европа знает о блефе путина а его гибридных войнах все это вылится эти деньги которые будут выделены украине должны быть применены для массового удара ошеломляющего массового удара один из них должен быть нанесен по ирану а другой должен быть безусловно нанесен по российским объектам российским вооруженным силам пришло к этому время поэтому дорогие друзья как обычно слава украине и вооруженным силам враг будет разбит победа будет за нами а вам дорогие друзья выдержки мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу до новых скорых встреч